Война началась когда, вот, отец старый был, он первый мировой воевал. Да немцы, да какие-то они вояки, да России никто еще не побеждал. Людей много погибнет, а я говорю, все равно их немцев победят наши. Как было, так и случилось. Серафима Васильевича тогда еще 17-летним мальчишкой призвали в Красную Армию в конце 44-го года. В составе полка правительственной связи он встретил май 45-го и разгром фашистской Германии, но продолжил борьбу с врагом, теперь уже с армией Японии, на Забайкальском фронте. Помните, где встретили эту победу? Победу? Какую? Отечественную войну встретил в Монголии. 45-й год. В Монголии встречался. 7 мая, в 20-е ночи нас подняли по тревоге. Вот, ну, горит все, стреляет, если думает, что война. Война кончилась на Западе в 45-м году в 20-е ночи. Вот, это отечественная война. А война с Японией кончилась. Наступали 11 мая на Японию, а война кончилась 3-го сентября 45-го года. А 4-го сентября мне исполнилось 18 лет. После окончания пограншколы Серафим Васильевич начал службу на границе в должности инструктора служебных собак. Дома в Тамбовской области наш герой оказался лишь в 1951 году. Накануне одного из главных дней для каждого жителя нашей страны Серафима Васильевича с поздравлениями посетил глава региона Максим Егоров. Как здоровье? Пусть будет так, лишь не было бы хуже. Понятно. Понятно? Да, хорошо. Слушай, в 97 лет уже. Да мало еще, можно еще пожить. Да, ерунда. Вы как, живчик. Вот, хорошо. В 44-м? Что? В 44-м в армию пошли? Да, в 44-м. В 44-м? В 44-м. И в 52-м году генерализовалась. Пока война, потом на границе еще и получилось снова 7 лет. Серафим Васильевич сохранил юношеский задор и веселость, смотрит на жизнь взглядом оптимиста и всегда держит в запасе несколько шуток. В свои без малого 97 он довольно бодрый, даже находит силы заботиться о питомцах. Всю свою военную карьеру Серафим Васильевич провел на границе. С собаками, естественно, как и любые пограничники. Всю жизнь он провел с собаками. И вот не удержался, несколько месяцев назад завел еще одного щенка. Назвал его Рекс. И, как говорят родные, уже обучил его нескольким командам. Сидеть и голос. Давайте попробуем. Рекс, голос. Слушает только хозяина. Сам ей каши готовит, ухаживает за ней. Ну, а кто же за ним? За Рексом. Больер сейчас строит. У меня тоже есть овчарка немецкая, черного цвета полностью. Зовут ее Ангара. Вот ей около 20 с лишним года. Серафим Васильевич вырастил двух дочерей. Регулярно посещают дедушку взрослые внуки. Такая семейная традиция. Два раза в год при любых обстоятельствах собираться вместе. В День Победы и на День Пограничника. Павел Юрасов, Николай Иванов, Данил Ичко. Область новостей.